Посещение поликлиник и больниц далеко не самое любимое занятие большинства из нас. По этой причине к врачам мы обычно обращаемся в последний момент. Как показывает практика, особенно мужчины не любят жаловаться на проблемы со здоровьем. Как следствие, увеличивается риск осложнений и, соответственно, средняя продолжительность жизни. Сегодня мы хотим обсудить те проблемы, о которых многие стесняются говорить. Итак, какие правила нужно соблюдать и что надо знать, чтобы как можно дольше оставаться здоровым и уверенным в своих силах мужчиной? Обследование мужчин вообще должно начинаться с рождения. Это должен делать гинеколог, акушер-гинеколог, это должен делать неонатолог, педиатр, но это должна делать и мама при рождении, посмотреть, есть ли у мальчика все на месте. Я обычно делаю такое сравнение, говорю мамам. Мама, смотрите, чтобы у вашего мальчика было все, что и у вашего мужа. А потом в подростковом возрасте опять должны обследовать наличие того же варикоцели, например. Потому что один из факторов бесплодия. Или, к счастью, это меньше встречается, но все-таки каждый год, вот буквально за прошлый год у нас в Молдове оперировались 30 или 40 мужчин с раком яичка. То есть, опять, это только при помощи обследования. Тут не нужно какие-то методы ультрасовременных. Просто нужно палпировать яички. Вот это в молодом возрасте. Конечно, все зависит от воспитания в семье. Поэтому главная задача родителей – научить своего ребенка не стесняться своей физиологии и при подозрении на проблемы обращаться к врачам, проходить осмотры и сдавать лабораторные тесты. Если взять мужчин после 40-45, заболевание предстательной железы, аденома, рак предстательной железы, они должны обращаться хотя бы по этому поводу, вот, чисто мужское заболевание. Предстательная железа. Чтобы после 45 лет сдать анализ на ПСА, сдать общий анализ мочи, делать УЗИ предстательной железы, хотя бы вот, чтобы это проверить. В более молодом возрасте. В более молодом возрасте есть заболевания, которые протекают бессимптомно, а есть, которые кричат о себе. Ну, те, которые кричат о себе, это инфекции, передающиеся половым путем. Не все, но есть. И второй нюанс – есть более скрытые заболевания, которые протекают бессимптомно. Например, что в обществе еще у нас не принято говорить – это бесплодие. Чтобы заботиться о здоровье, необходимо регулярно посещать уролога, сдавать анализы на урогенитальные инфекции и вовремя их лечить. А в дополнение к перечисленному важно соблюдать несколько простых правил. По утрам делать зарядку, чаще ходить пешком и не забывать о грамотной мужской контрацепции. В принципе, очень трудно вот так классифицировать, что самое главное. Потому что главное – все. Что касается здоровья. Главное, что они не должны забывать, что это парадигма, что мужчина – сильный пол – это всего лишь поэтическое такое выражение. Потому что на самом деле не бывает сильного, слабого пола. Аминь.